Даркест Данжен Даркест Данжен Даркест Данжен Но уже 2 апреля Приключился полноценный анонс DLC к Даркест Данжен Появилась страничка в Steam И появилась некая информация об этом DLC Которая должна выйти вроде как в мае Но с учетом того, что сейчас начало апреля С учетом коронавируса и всего прочего Скорее всего это конец мая Возможно даже они перенесут релиз DLC Пока вообще непонятно с какой целью будет выпускаться это DLC Тем более что оно ПВП ориентированное внезапно Это как минимум странно Но давайте посмотрим какой информацией поделились разработчики Синопсис в общем-то звучит так По нововведениям Введут новую городскую локацию Ну Не сложно догадаться из названия это будет Мрачный цирк ПВП бои без правил Дабы можно было собирать отряды с 4 героев Не рискуя героями Основной кампании Рейтинг и ранги Покажите всем, кто здесь самый опытный и несгибаемый стратег Собственный герб Открывайте элементы знамени и выражайте себя Непонятно пока для чего все это Но окей, допустим Гладиаторские украшения Даже небольшая деталь способна переломить ход боя Очевидно отдельные тринкеты для гладиаторских боев появятся Веселая до жути Музыка композитора Стюарта Чатвуда, ну окей Какая-то новая музыка тоже будет Это прикольно Касаемо этой некой забойщицы Я так понимаю мы ее тут явно видим на арте Будем ли мы с ней непосредственно конфликтовать Учитывая что это ПВП ориентированная Дилси Не думаю Раскроет ли это как-то лор и сюжет Дополнит в целом Дарк из данжена Тоже не факт Возможно они обкатывают некоторые механики Либо же просто пытаются подзаработать денег Для дальнейшей разработки Дарк из данжен 2 Возможно Но опять же информации по этому поводу пока что мало Тем не менее Нам показали вот такое вот меню В котором мы выбираем персонажей Непосредственно перед боем Здесь основной наш ростер всех персонажей И Сама вот эта вот концепция С одной стороны это конечно прикольно Что можно будет по ПВПшиться С другими игроками Но тут возникает целый ряд проблем На самом деле От очевидных Во-первых Это то что есть разного рода Дилси Которые приобретаются отдельно Да у нас есть основная игра В которой не все персонажи доступны Часть персонажей появилось Именно что с этими Дилси Как вот это все будет обходиться Да как это все будет реализовано Очевидно Дилси новая Вот это вот с ПВП будет Стоит тоже каких-то денег И то есть соответственно Чтобы поиграть в это Дилси Мне надо приобрести основную игру И все предыдущие Дилси Чтобы поучаствовать в ПВП То есть ну для большинства игроков Это не проблема Для всех тех кто играл В Darkest Dungeon С самого начала Там с бетки И постепенно приобретал все Дилси Там или на каких-то распродажах И так далее Это не проблема Но для нового игрока Который допустим хочет только Поиграть к примеру в ПВП Ему не интересно там Гриндить данжи было да И он хочет просто по ПВПшиться Там с друзьями к примеру Там ну или Попытать свои силы Вот в этой новой рейтинговой системе Для такого человека Как бы сразу Такой пейвол Да возникает То есть необходимость Приобрести все предыдущее То есть как Вот этот момент Они обойдут Не очень на самом деле Понятно Ну и вторая очевидная проблема Это отсутствие Как такового баланса Среди персонажей Потому что Ну не секрет Что сила персонажей Она как бы варьируется Очень сильно Есть гораздо более полезные персонажи Есть менее полезные персонажи Причем они Очень ситуативно были заточены Одни лучше в руинах Другие там в чаще И так далее И как это все будет Работать в бою Не будет ли это Бой одинаковых Тупо сборок Потому что я боюсь Что буквально После Там дня С момента релиза Этого самого DLC Найдется какая-то Одна максимум Две сборки Наиболее эффективных И все будут Ими играть И уповать Только на рандом Потому что Рандома в этой игре Ну чертовски много И Боюсь что он тут будет Решать И решать очень сильно Опять же По всей видимости Им придется Как-то резать Персонажей Каких-то усилять Для этого DLC Опять же Непонятной информации Пока что много Но И много вопросов Связанных с этим Но Дальше что мы тут видим Когда наводим Соответственно На персонажа В данном случае Это у нас Липер Ой Липер Само собой Самобичеватель Мы можем Выбрать Те навыки Которые он будет Использовать Можем взять Две триньки Ну стандартная история Опять же Триньки Они из разного рода DLC есть И надо ли Пройти полностью Чтобы у тебя был На каком-то сейве Полностью пройденный Весь основной сюжет Да И DLC-шка Все эти триньки Должны быть открыты Чтобы ты их мог Использовать То есть Вот эти моменты Они как бы важны И как это они все Обойдут Не очень пока понятно Потому что Если я с чистого листа Играю Опять же Не смогу воспользоваться Что ли Вот этими вот Триньками Если у меня нет Если у меня нет DLC То мне эти триньки С DLC Тоже не будут доступными Непонятно Ну окей То есть здесь мы набираем Отряд И Жмем В бой Судя по всему Можем выбрать Герб Для чего-то Причем гербов Не так-то много То есть Окей Причем этот Анлокается За завершение Игры Кстати Кстати Только надо играть Именно на сейве С завершенной игрой Либо же В принципе Хотя бы раз Да У тебя должна быть Просто ачивка К примеру Открыта О завершении игры Опять же Непонятно Но допустим Да Тут Есть еще Какие-то вкладочки Но тут только Можно гадать Что они значат Собственно Как выглядит Бой Это у нас Некая Арена Цирка На задних Рядах Видно Разный Люд Который Пришел поглазеть На это зрелище Ну и соответственно Два отряда Которые стоят Друг против друга Тут Редхук Джойн И Редхук Кайл Да Редхуковцы Меж собой тут Махач устраивают Но Окей Здесь у нас Показано То как По всей видимости Выглядит Для одного из оппонентов Нападение На другого То есть Он подсвечивается Тот Юнит Тот Герой Которого Будут Атаковать И мы Видим Его Характеристики Причем Самое Интересное Они Ловят Стресс Тут Есть Шкала Стресса Причем Что У Больш В основной В основной Игре Нет Атак Стрессом Это Враг На нас Стресс Накладывает Здесь От чего То мы Получаем Стресс Возможно От того Когда Бьют Да Наших Сопартийцев Либо Еще Какая Тут Будет Механика Но Это Интересно То есть Возможно Будет Какая Вариативность Можно Будет Не Только ПХП Просадить Но И Как То По Стрессу Заставить Врага Просесть Интересно С одной Стороны Но Пока Опять же Непонятно Как это Будет Реализовано Очень Много Блин Вопросов Показали бы Хотя бы Немножечко Геймплея А то Просто Одни Скриншотики Масса Пищи Масса Пищи Для размышлений Да Вот Они Умирают Остаются Трупы Что Понятно И Ведется Дальше Бой Причем Некоторые Уже Успели Тоже Так Нифигово Стрессануть Последний Герой Вот Остался Получает Некие Бонусы Да Резисты К смертельному Удару Плюс К дамагу К точности Прикольно Конечно Ну и Да Смертельный Удар От Шута Шут вообще По идее Должен Активно Здесь Использоваться За счет Своего Бафа Баллады За счет Возможности Нанести Финальный Удар Как его Будут Балансить Шута И так Салат Занерфили В какой-то Момент Потому что Он был Достаточно Имбовым По итогу Очень Много Мыслей В голове Я как бы Ждал Вообще Как и все Какой-то Информации Подарк из Данжен 2 Тут выкатывают Внезапно DLC Причем Ну не абы Какой А пвпшное И просто What the fuck Мой мозг В общем Пишите Что вы думаете По этому поводу Это видео Конечно Абсолютная Вода Но я Должен Поделиться Своими Какими-то Мыслями По поводу Все этой Движухи Потому что Дарк из Данжен Я люблю Я наиграл Не одну сотню Часов В эту игру На канале Есть Не один Даже Цикл Стримов С прохождением В общем Занятно Занятно На этом же Всем спасибо За просмотр Не забываем Подписываться На канал Ставить лайк Если вам понравилось И Всем всего хорошего Пока Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok